Студент-иностранец 4 года проживает в Саратове. Говорит, всегда на его пути встречались только хорошие люди. А потому без раздумий сел к незнакомцам в машину. Они обещали Клейтону массу впечатлений от прогулки по ночному городу. Это хорошо, почему нет, он не уважаем. И когда я был в Сион, он сказал, что я буду в другой районе. Я думаю, это не далеко из Саратов, но это Саратов, но другой район. Экскурсия действительно была веселой, но лишь до того момента, как потерпевший захотел домой. Один из знакомых забрал у него телефон якобы для вызова такси. Возвращать не торопился, в ход пошли кулаки. Водитель авто, увидев конфликт, попытался уехать. Бес попутал. А в чем бес попутал? Ну не знаю, вот так вот вышло. Я убежал просто, человек за мной побежал, вот и все. Чтобы установить личность подозреваемого и доставить его в отдел, сотрудникам уголовного розыска и оперативно-сыскного отдела городского управления понадобилось несколько часов. После материала уголовного дела оказались в руках следователей Волжского района Саратова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Г, части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Гражданину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. 28-летний ранее судимый мужчина под грузом, собранный сотрудниками полиции доказательной базы, сознался в содеянном. Студент же рад, что к началу нового учебного года ему вернут похищенный телефон. Я желаю благодарить полиции из Саратов, потому что они помогают. Я счастлив, что мы будем ждать. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов. Эллада Бжалимова